Уважаемые жители города Харькова, Харьковской области, я как председатель Харьковского государственной администрации обеспокоен преступлением, совершенным неизвестными лицами 19 января этого суда, когда возле здания Московского районного суда, в результате которого пострадали 13 невинных людей. Я как глава области и гражданин Украины заинтересован в стабильности в регионе. И не только я. Ко мне обратились в СССР, пожелавшим остаться неизвестными, с предложением объявить вознаграждение за информацию, которая приведет к раскрытию преступления 19 января в сумме 500 тысяч гривен. Деньги будут выплатены через благотворительный фонд в регионе СССР. По этому вопросу все. Теперь я хотел бы перейти ко второму вопросу. И прошу присоединиться ко мне. Дмитрий Анатольевич, начальник главного управления внутренних дел, КПВАР, служба безопасности Харьковской области. Хочу проинформировать вас, что сегодня в 11 часов произошло директорное завещание с участием всех регионов Украины, на котором рассматривался вопрос безопасности граждан, а также объектов инфраструктуры Украины и Харьковской области. Вкратце, сейчас Дмитрий Анатольевич, господин ТОВАР, проинформирующий по данному вопросу. Прошу вас. Уже два дня, сегодня третий, на территории Харьковской области увиден и осуществляется усиленный режим антитроссийских заходов. В области пребывал секретарь ГРМБО, министр МВД, первый заместитель председателя службы безопасности Украины. Все заходы, которые нами не только спланированы, но и уже осуществляются, от выселения патрулирования улиц, объектов жизнеобеспечения, выселения мероприятий в рамках именно проведения антикеррора. Они скоординированы с, прежде всего, подразделениями милиции, службы безопасности, национальной гвардии, всех заинтересованных, ведомств МЧС. В результате этих мероприятий для населения хочется, чтобы они не только увидели, но и почувствовали спокойствие. Но в связи с этим, тем, что будет усилено патрулирование, мы просим граждан написать спокойно, тому, что будут проверки режима. Надо иметь на себе документы, удостоверяющие личность, студенческие документы, водительские права, либо паспорт, потому что при тех признаках, которые будут определенным родом проверяться, как подозрительные, будут доставляться, делиться в район, и будут потрачиваться время гражданами на установление личности. За эти два дня совместными операциями вместе с главным управлением МВД задержаны целый ряд лиц, причастных к террористической и дирекционной деятельности либо к созданию и существованию рынка оружия на территории Харьковской региона. Как пример, задержан соисполнитель террористического акта 17 сентября, в Лазовой, когда бросались гранаты. В то время был задержан один из исполнителей, и 26 декабря он был отменен на украинских полоненах. Одно лицо находится в розыске и прячется на территории Российской Федерации. Третий соучастник был вчера задержан. Ему сегодня объявляется предозра. Был задержан вчера, и вы можете на Фейсбуке пресс-секретаря и, я думаю, уже председатель Российской Безопасности увидеть видео задержания боевика «Плот», который представлял Харьковский «Плот», и сейчас находился и принимал участие в боевых операциях террористической организации ДНР. Прибыл на территорию Харьковщины для подбора и привлечения боевиков для участия в боевых действиях на территории ДНР. Был задержан, попытался оказать сопротивление сквецподразделению «Альпы». Изъяты у него в гараже пистолет Макарова, патроны, винтовки Мосина, обновляется предозра и продолжаются очередные мероприятия. Задержаны сегодня ночью. лицо осуществляющее пособничество фиксации и передачи подразделениям, специальным подразделениям ДНР сведений о перемещении войск, о перемещении военной техники. В том числе, первые показания этого лица говорят, что точно так же эти сведения она передавала господину Новику, которому вчера суд объявил меру пресечения ареста на два месяца, который возглавлял исход. Это короткие данные по усиленным захватам, которые мы осуществляем совместно, еще раз подчеркиваю, скоординированно, совместно с подразделениями милиции.